Семенцев все чаще беспокоят соседство с заведениями общепита. Кафе или рестораны, что расположены в жилых домах, как правило, работают до поздней ночи и нарушают сон жильцов. Есть ли управа на беспокойное кафе? Ирина Канева подскажет. 20 дней без клиентуры и, как следствие, никакой выручки. Заведение закрыли по решению суда, а началось все с жалобы жильцов соседнего дома, которому пристроена точка общепита. Вопрос стоял с музыкой. Что тоже для нас стало удивлением, потому что музыка у нас на первом этаже живая, имеется в виду. И между соседями и нами стоят четыре стены, которые маловероятны для таких шумов. Сцена для музыкантов расположена в банкетном зале, а примыкающая к жилому дому помещение, со слов ресторатора, тихое место. Используется как гримерка для артистов. Основной зал у нас находится там, и здесь в этой комнате есть дверь, которая закрывается, и музыку можно даже здесь и не слышать. Чтобы претензий больше не было, установили дополнительную шумоизоляцию. А еще поменяли оборудование на кухне. Помимо музыки и посетительского гвалта, соседей тревожил шум работающей вентиляции. В Тюмени это не первое увеселительное заведение, проигравшее в борьбе за спокойные ночи и чистый воздух. Кто-то удовольствие получает или деньги, или что-то, а люди мучаются. Кому-то вставать очень рано, то есть это очень, это не должно быть так. Скажите, насколько вот удобно, когда вот кафе рядом с домом? Вкусно ешь и домой быстро подходишь. У нас люди отдыхать-то не умеют нормально, если честно, вот так вот. Вот если бы у нас народ умел отдыхать культурно, тогда можно было бы, наверное, везде, да. То, что народ против шаговой доступности общественного питания, говорит и статистика. Поток жалоб на шум за последние годы увеличился втрое. Ситуация осложняется тем, что большинство данных помещений изначально не были приспособлены для размещения такого рода предприятий. И являются переведенными из жилого фонда, то есть из обычных жилых квартир. Таким образом, мероприятия по шумоизоляции этих помещений выполнены в неполном объеме. Отсутствует автономная вытяжная либо приточная вентиляция. Выходит, если место выбрать не тщательно, можно и разориться. Ариф Июбеков за 20 дней простое кафе лишился полмиллиона рублей выручки.